Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня пришёл ещё один пакет из Алиэкспресса. Мне таких приходит очень много, потому что я заказываю ещё больше, чем приходят. Просто потому, что не все приходят. Некоторые я не афиширую, потому что там в вот такого вот размера пакете, вот даже больше, чем вот этот, по одной и две мини-фигурке лежат. И показывать отдельно одну и две мини-фигурки смысла я не вижу. Но там всё равно ещё довольно-таки полно обзоров лежит на рабочем столе, в низах списков, которые я ещё не смонтировал. Итак, перейдём к делу, что же всё-таки ко мне пришло. Так, ну, судя по схеме, скорее всё ко мне пришло о погоне на мотиках. Где это? Открывайся-то. Зараза, пусть придётся брать ножницы. Или не придётся. Как странно это завёрнуто. Да, я был прав. Пришла погоня на мотиках от фирмы Бэлла. Так, вроде в пакете всё. В наборе раз, два, три, четыре, пять, шесть пакетов. Два средних колеса. Два больших колеса, скорее даже. Два средних колеса. Инструкция. Спереди сам набор, сзади то, что ещё предлагает эта фирма. Мне бы ещё было вот это вот, вот этот и вот этот бы заказать. А остальное вроде у меня всё есть. Вот эти два набора меня не интересуют. Я драконами и к ним не очень увлекаюсь. Потому что там у меня в корзине лежит совершенно другой, гораздо более интересный дракон. Нет наклейки. Коим я уже давным-давно привык. И, собственно, в инструкции есть... Я тут сразу вижу один недочёт. Те детали, которые вставлялись в прошлых эпизодах, в прошлых действиях, не сделаны более блеклыми и не затемнены. Значит, придётся сравнивать, что добавилось по сравнению с предыдущей картинкой. Хотя вот тут вроде вообще всё так очень подробно расписано, что куда впихивается. Инструкция такая, хочу сказать, очень толстенькая. Ну что ж, приступаем к сборке. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я собрал По качеству пластика у меня сильно больших претензий нету По качеству деталей, из которых состоят мотоциклы и урну с крылышками, у меня тоже нету Кстати, когда я смотрю на вот эту вот урну с крылышками, мне всегда вспоминается шутка про урну с пропеллером, которая летала и выкидывала мусор на головы вражеских солдат Эту шутку можете посмотреть в видеороликах, ссылка на которых в описании А, вот тут такая урна с крылышками, на которой чувак летает Меч составной, меч простой Две запасные детальки, масенькие Две бомбочки Первый мотик По первому мотику у меня особо никаких претензий нету Шевелится Шевелится Тут тоже шевелится Вот этот шевелится А вот Так, вот этот тоже шевелится Тут эти штуки тоже шевелятся Значит, тут много чего шевелится, что может шевелиться Вот эти вот штуки тоже шевелятся И, собственно, сейчас претензии по дизайну мотиков Поскольку этот набор был, как бы, взяла с лего То эта претензия даже скорее к лего, нежели к бели Потому что разрабатывала эти мотики именно лего Во-первых, днище у обоих этих мотиков Просто прижато к земле невероятным образом Вот эти даже, когда я провожу Своим днищем просто плывет у меня по поверхности Если он там как-нибудь неграмотно заедет на какую-нибудь кочку Там, я не знаю, практически любую выпухлость на земле Он на ней сразу просто может застрять Просто сразу может застрять Они ещё вот эту деталь добавили На неё он совсем точно может повиснуть А к вот этому мотику претензий по дизайну ещё больше Кроме того, что у него тут тоже очень низкое днище С помощью которой он может, между прочим, куда-нибудь случайно прикрепиться И уж точно с того места никуда не деться То и колёса какие-то уж больно маленькие По сравнению с размерами мотика Если считать, что как бы брать что-то вроде такого соотношения Размера колёс и корпуса Да даже и в современных мотиках То вот это соотношение такое Маленькое уж больно Может быть даже и было бы нормальным Если бы не было вот этой части Вот Да, нос у него выглядит, конечно, немного туповатым Но мне лично кажется, что он даже гораздо лучше выглядит Без вот этой вот передней части Которая хоть и добавляет ему каких-то очков внешнего вида, скажем так Но она мне не нравится Она так вытягивается вперёд И, кстати, между прочим, тоже его возит по грунту очень неслабо Видите, она вообще к нему прислонилась практически Так, по набору всё Сейчас переходим к обзору мини-фигурок Я возьму две мини-фигурки Мини-фигурку капитана этих пиратов из настоящего Лего И Кае без шлема У меня такого шлема из Лего нету Ну, собственно, это не особо страшно Главное качество красных цветов сравнить Так, сейчас немного по-другому настрою Мне нужно сравнить качество самих красных цветов Потому что красные цвета, это, как показала практика, вообще отдельный критерий Как и чёрные Нет, чёрные ещё как-то, но вот красные, красные особенно Первая мини-фигурка, точнее, даже первая попавшаяся Это их не местный Кай Жалко, камера не передаёт Потому что, реально, соотношение между цветами вот этого и вот этого набора просто налицо Фринты тоже на теле Блеклые, но Уж поверьте, далеко не самые плохие, которые только может производить Китай Можно даже сказать, хорошие Пират По сабле никаких претензий нету Сабля, как будто её вообще из Лего брали Такая приятная, на ощупь хорошая Вот, опять же, камера не передаёт У пирата такие на лице облекловатые краски А вот этого нет Ну и на теле Собственно, тоже Но я ещё раз повторяю То, что для Китая это ещё даже вполне хорошие принты И из-за того, что они вполне хорошие, я и сравниваю Если они были бы чуть похуже, я бы даже и сравнивать не стал И последняя фигурка этого набора Не Вот вы тут даже сразу видите, как краска с одних частей шлема залезает на другие И по принтам всё то же самое Хотя золотой цвет у них вполне неплохо получился Вот так вот Вот так вот ну вот и все ставьте лайки оставляйте комментарии подписывайтесь на мой канал и ждите следующих видео